Расслабленный отдых Светланы Алексеевны в санатории Белокурихи прервал телефонный звонок. На том конце провода представились работникам финансовой службы. Мол, в отношении женщины проводится проверка. Задан вопрос, какое отношение я имею к Украине. Я говорю, абсолютно никакого отношения не имею. Ну как, вот на ваш счет поступило 3 миллиона 500 тысяч. Пытаются сейчас их перевести с вашего счета и мы думаем, что это связано с управлением. Вы не являетесь иногентом или ваши знакомые, друзья, кто-то находится там. Я говорю, нет, никто не находится. На счету Светланы Алексеевны, учительницы из Новосибирска, было 325 тысяч рублей, скопленных упорным трудом. Этих денег женщина могла легко лишиться. Хотя в какие-то моменты она допускала мысль о том, что это действуют мошенники, и спуг взял верх. Злоумышленники настояли, что для безопасности ее личной сбережения нужно перевести деньги на другой счет. И убедили ее ехать к банкомату в одиночку. Странное поведение женщины обеспокоило ее подругу. Та позвонила правоохранителям. Свои опасения она рассказала и охранникам санатория. Один из сотрудников, ветеран органов внутренних дел, сразу заподозрил обман. Поехал вслед за женщиной и остановил ее в последний момент. Он в это время меня прям за руку берет и говорит, что вы делаете? Вы же, говорит, мошенникам отправляете. Ну вот, значит, остановил меня. Я как бы, знаете, вот как проснулась. Мошенники хорошо разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую их жертва невольно выдает при общении с ними и призывает вас быть бдительными. После разговора с полицейскими Светлана Алексеевна окончательно успокоилась, признав, что находилась под сильным психологическим давлением. Специалисты советуют во избежание таких историй сразу же заканчивать разговор с неизвестными. Если вы сильно переживаете, перепроверьте ситуацию на горячей линии банка. Анастасия Дороган, День с толком.